Помогите, люди добрые, уже не знаю, что делать. Моя дочь Снупдог. Изменения в ее внешности я начала замечать еще давно, но не думала, что все так обернется. Ее кожа стала темнеть, стали появляться дреды, глаза стали красными и Доня постоянно смог вид. Она постоянно читает рэп, даже во сне. Снупдог ничего больше не хочет, она забросила учебу, говорит только на разговорном английском. Ее единственное желание – smoke with everyday. Помогите советам, если шанс спасти мою Снупдог. Женщина – это точно порча, ее сглазили цыгане. Жена рассказала, она работает в детском саду воспитателем. Пришел один отец раскачивать проблему на уровне скандала, что его сын не будет играть петушка. Главная роль была, кстати. Это че выходит, если сын петушок, то я че петух? А жена моя выходит курица? Ты за базар очкастая ответишь? Такой разговор примерно и был. Предложите его сыну роль черта. Идея игрового шоу. Младенец должен выбрать между чеком на миллион долларов и небольшой корзиной, заполненной на сумму 8 долларов 14 центов из обычного магазина игрушек. А в углу экрана вы можете наблюдать его родителей, запертых в звукоизолированной комнате, видящих происходящее в режиме реального времени и кричащих, как сумасшедшие. Каждую ночь я же мать отправляет меня в школу. Итак, в 2019 году мои родители решили, что у них есть два варианта. Переехать в родную страну, мои родители иммигранты, мы переехали в США, когда мне было два года. Или остаться в Штатах, пока я и моя сестра не закончат среднюю школу. Из-за чрезвычайной ситуации в семье, мои родители сочли за лучшее переехать из Штатов. Мы решили уехать в июне 2020 года, но из-за карантина и запретов на въезд не смогли. Но они решили записать меня в школу, которая находится в моей родной стране. Ведь из-за COVID-19 в этой школе занятия проходили онлайн. Меня это не устраивало по двум причинам. Первое. В сентябре у меня начинался первый год в старшей школе, и я не хотел пропустить этот опыт. Второе. Мне пришлось бы не спать всю ночь, чтобы посещать занятия и собрания в другой школе. Но я не хотел жаловаться и заставлять отца чувствовать себя плохо, поэтому просто держал рот на замке и улыбался. Перенесемся на пару месяцев вперед. Мы все еще не уехали из Штатов, и теперь старшая школа начиналась в США. Моя мама полная щука, и никто и ничто в целом свете не заставит меня думать иначе. Решила, что я должен продолжать посещать онлайн занятия в той школе, при этом участвовать в школе в США. Так что я должен был ходить в две школы, в американскую утром с 8 до 14.40, и одну ночью с 23.00 до 7.30 утра онлайн. Старшая школа в США и без того огромный стресс, плюс моя мама записала меня в два кружка и на футбол. Так что большую часть времени меня вообще не было дома, а ночью я занимался онлайн. Я практически не спал. Мне удавалось поспать пару раз неделю днем, и это все продолжалось около месяца. Но в конце концов я решил сказать родителям, что больше так не могу, и что хочу остаться в США, где прожил большую часть своей жизни. Мой отец понял и пообещал, что поддерживает мое решение. Но моя мать и бабушка, они стали унижать меня, называть слабаком, тупицей и неудачником. Сказали, что я просиживаю все время учебы в столовой, растрачивая их деньги и свое время. Короче говоря, я остался врагом семьи и всего народа, потому что бросил вторую школу, занятия которой проходили ночью, и из-за которой я вообще не спал. Парень просто герой, потому что посещать две разные школы в двух разных часовых поясах месяцами, это достаточно таки сложно. Я врач в детском отделении, сейчас наблюдаю такую картину. Через одну кровать лежит и плачет девочка, ей 11 лет. Плачет от того, что ее бросил парень. На столе у нее планшет, дорогой телефон и новые вещи, и час назад ее навещали родители. А рядом лежит мальчик, 4 годика, из детского дома. С улыбкой на лице он складывает свою новую кофточку, которую ему отдал домашний мальчик, и радуется тому, что ему дали две кружки молока, а не одну. Я в афиге, если честно. Разница между яжематерью и мамой. Текущий заказ. Дополнительная информация. Ребенок 3 года, ребенок болеет ветрянкой, нужен водитель, который уже переболел ветрянкой. Вот бы все мамочки так заботились об окружающих. Тогда не было бы всех этих историй про яжемать. Накопилась трехлитрушка грудного молока. Молоко вкусное, жирное, грудью кормить перестало. Больно очень, щиплются заразы мелкие. Отдам все даром. Жалко выкидывать. Очень вкусные, кстати, оладушки получаются. Мне тут Максим подсказывает про выжелинка и его банки. Не знаю, о чем это и не хочу знать. Занимаюсь селекцией аквариумных рыб. За годы увлечения не осталось под рук. Причина одна. У всех есть дети, а нехорошая тетя не хочет подарить деточке рыбку. Это выставочные экземпляры. Чтобы поднять мальков, я ловлю и развожу живой корм. У меня куча дорогостоящего оборудования. Чтобы вывести некоторых рыб, уходят годы. Они стоят больших денег. И не выживут они у вас в банке на сухом корме. То самое чувство, когда рыбки живут лучше, чем ты. Вегетарианство норма. Если ребенку дать кролика, он начнет с ним играть. Если ваш ребенок начнет играть с жареным кроликом, я думаю, это повод проверить его у психиатра. Че-то кролика захотелось жареного. Родители Шаткенова Азамата, сегодня в 12.00 вас вызовут к директору на видеозвонок. По какой причине? Ваш сын ушел в туалет и так и не вернулся на онлайн-урок. Я видела, как он спит на диване. Подруга обижается, что я всегда при деньгах, а она нет. Я виновата, что она рожает, а я работаю. Так себе подруга ты походу. Прошу анонимно, почему самым нищим и незащищенным слоям населения не выдают бесплатно продукты в магазинах? Ведь деткам нужны различные витамины, а у беременных и многодетных денег на это нет. Почему тогда торговые сети и государство им не помогает? И с беременным животом и деткам тяжело ездить в общественном транспорте, поэтому также им выдать личные автомобили. Вот это будет настоящая забота о подрастающем поколении. Многодетные и беременные, что думаете об этом? Какие еще новшества вы бы ввели? А когда халява стала новшеством? Или я что-то пропустила? Почему на этикетке дети... Паранит уничтожает в шеи и гнит? Я же мать кофейный барон против чая. Мне 17 лет, у меня есть брат 14 и сестра 20. Мой папа обычный отец, а мать я же мать. Предыстория. Я живу в маленьком городке на западном побережье в одном из самых богатых районов города. У нас есть дом за городом, а рядом с ним небольшой участок земли, который принадлежит моему дедушке со стороны я же мамки. Мои родители там выращивают кофе и имеют хорошо налаженный кофейный бизнес. Теперь к самой истории. Я и мой брат отдыхаем в гостиной, играем в видеоигры. В этот момент в дом входит наша сестра с большой коробкой. Мой брат спрашивает ее, что там внутри. Та говорит, что ей надоело все время пить кофе, поэтому она прикупила чай. Чтобы вы знали, наша маманя заставляет нас пить кофе все время. И только с нашей фермы. В общем, я немного удивился и продолжил играть. Перенесемся в вечер. Мама на кухне готовится к обеду, папа все еще на ферме. Мы все в своих комнатах. Внезапно я слышу крик, который вполне мог сойти за крик сатаны. Выбегаю в коридор, вижу своих брата и сестру. Мы спускаемся и видим маму на полу. Я бросаюсь к ней и спрашиваю, в порядке ли она. Предполагаю, что та поскользнулась и ударилась головой. Тут мама поднимает голову и открывает красные от ярости глаза. Мама, что случилось? Я просто искала муку и нашла это. Показывает пару пакетиков чая. Кто принес чай в мой дом? Сестра купила в магазине по дороге, потому что ее немного достало пить один чертов кофе все время. Это правда? Да, и я думаю, нам всем нужно отдохнуть от кофе. Ты не понимаешь, как постыдно мы будем выглядеть, когда люди узнают, что дочь у лучшего продавца кофе пьет чай. Боже, мама, расслабься, это всего лишь чай. Я же мать психует еще больше. Мы спешно прерываем этот бессмысленный спор и расходимся. Вечером все спустились вниз на ужин. Напряжение накалилось еще больше. И я слышал, как отец с сестрой обсуждали произошедшее. Добравшись до столовой, мы увидели на столе только четыре тарелки. Тарелки сестры не было на обычном месте. Сестра выглядела озадаченной, но не была удивлена, потому что понимала, что мама еще злится. Она стала извиняться перед ней, пообещала не пить чай в ее присутствии и попросила тарелку. Но, видимо, нашу мать слишком задела вся эта ситуация, потому что она вдруг взяла свою тарелку и швырнула ее, как фрисби, в мою сестру. Тарелка угодила ей прямо в лицо и разлетелась в дребезги. Папа тотчас бросился к сестре и обнаружил, что у нее раны. Это было ужасно. Мы быстро сели в машину, чтобы поехать в больницу, а я же мать кричала вслед. Гори в аду, проклятая чаевница! Пошла к черту! Надеюсь, ты подавишься своим проклятым чаем. Из-за этой больной на голову женщины моя сестра в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии, потому что один из осколков вошел довольно глубоко. Плюс она заразилась ковидом в больнице, и это вызвало еще больше осложнений. Но есть и плюсы. Отец разводится с матерью и получит опеку над нами. Катька отказалась озвучивать эту историю, потому что она фанат чая. Поэтому ее озвучил я. Нынешние дети, можно я пойду с друзьями в кино? Их мамы. Да, только возьми с собой телефон и пиши мне каждые 20 минут, что у тебя все хорошо. И перечисли мне всех друзей, кто с тобой идет. Я в детстве. Я иду с друзьями на заброшенную стройку охотиться. Мама, приходи ужинать в пять. Что ж ты творишь, окуянный? На тебя же дети смотрят, извращуга. А зачем вы привели детей ко мне в душ? Здравствуйте, у нас пополнение. Мы выбрали красивое старинное имя. Приживальский енотий Кузьмич. Звучит красиво, правда? А какие вы знаете красивые и звучные имена или слышали? Приживальского нужно было лошадьям называть. Что же это они? И все же я считаю, что легкий насморк, кашель и даже температура до 38,5 это не повод оставлять ребенка дома. Обмен инфекциями в детском коллективе помогает иммунитету тренироваться. Оксфорд Юниверсити. Наши ученые до такого никогда не додумались. Не хотите к нам поступить? Я же мать против дракона. Немного предыстории. Я работал в тематическом парке в отделе мероприятий. Мероприятия проходят в сезонные периоды и они всегда тематические. Также почти на каждом ивенте мы проводим соревнования по сборке лего, чтобы детям было чем заняться. Помимо аттракционов. Соревнования проходят таким образом. Детям выдается платформа, на поверхности которой они стоят. У нас есть два правила. Ничто не должно выходить за края платформы и сборка не должна превышать 40 сантиметров в высоту. Я только что вернулся с обеда и увидел, что кто-то построил потрясающую сборку. Это был дракон с подвижным хвостом, руками и головой. В нем было много деталей и он соответствовал теме. Дракон определенно должен был победить. До закрытия оставалось около часа и мы даже не думали, что кто-то другой сможет построить что-то лучше. Тут вошла героиня сей истории с двумя детьми и мужем. Дети решили поучаствовать в конкурсе и стали строить. Мы, как обычно, поддерживали общение с родителями и детьми, делились советами и опытом. Папа в шутку сказал, Когда видишь такую сборку дракона, нет смысла даже пытаться, но если детям весело, то почему нет? Тут я же мать обратила внимание на дракона. Ого, он должно быть принес детали из дома. На самом деле он использовал все, что у нас на столе. Затем я же мать стала внимательно осматривать фигуру, когда я заметил, что она тянется к нему рукой. Я ее остановил. Пожалуйста, не трогайте сборки других людей, мэм. Мы не хотим, чтобы они ломались. Я не трогаю, просто смотрю. Продолжаю наблюдать за ней, просто чтобы убедиться, что она больше ничего не сделает. Но затем та достает телефон и фотографирует всю сборку. Сделав снимки, она идет к своим сыновьям. Не волнуйтесь, мальчики, эту сборку все равно дисквалифицируют. Детали выходят за край. Она имела в виду подвижный хвост дракона. Когда вы складываете хвост, он не свешивается за край, но когда вы разворачиваете, он немного выходит. Прежде чем сфотографировать, она расправила хвост. Моя коллега снова его сложила и переместила драконье строение на заднюю часть стола, чтобы она не могла до него добраться. Через несколько минут я же мать подходит к нам и требует, чтобы мы нашли детальки, которые использовал ребенок, когда строил дракона. Наши детали лего, которые мы используем для сборки соревнований, представляют собой смесь сотен наборов лего. Нет абсолютно никакой гарантии, что такие же детальки еще остались. Найди моим детям эти штуки, они им нужны. Я стараюсь изо всех сил, мэм, но детали очень мелкие. Обычно они теряются среди всего прочего, извините. Мне плевать на твои оправдания, мы хотим их использовать. Следующие несколько минут мы с коллегой рылись в этих больших серых корзинах, заполненных тысячами деталей лего. Просто чтобы попытаться найти крошечную детальку, которая меньше ластика карандаша. Но мы нашли несколько интересных штук, которые хотели дать детям в качестве замены. Эй, ребята, мы не смогли найти то, что вам нужно, но мы нашли эти супер крутые детали. Хотите их использовать? Нет, нам нужны те, что на драконе. Ты расстраиваешь моих детей. Поскольку ты не в состоянии исполнить мой приказ, мы используем вон те детали. Были еще коробки с лего, но они старые, грязные, не подходили по размеру и к тому же принадлежали другому отделу. Извините, мэм, эти детали принадлежат другой команде, мы не можем их использовать. К тому же ни одна из них не подходит вам. Несправедливо, что мои дети не выиграют, и это ваша вина. После этих слов я ушел, чтобы поговорить с другими ребятами. До конца соревнования оставалось минут 15. Приехал мой босс, чтобы помочь закрытиям. Я сообщил ей о яжематере, которых она, к счастью, терпеть не может. После моего рассказа о том, что яжемать трогала дракона, босс стала перед столом охранять поделку. И тут яжемать решила снова потрогать сборку. Пожалуйста, не трогайте другие сборки. Я просто смотрю. Вы вообще знаете, что эта сборка дисквалифицирована? Даже если бы это было так, мы не говорим детям об этом, чтобы им не было обидно. Яжемате это не понравилось. Она снова достала телефон и начала фотографировать, но не фигуру, а нас. У нас у всех хорошее чувство юмора, поэтому мы с коллегами принялись позировать, пока она делала фото. Пришло время закрываться, и вместо того, чтобы уйти, как остальные семьи, она села и стала наблюдать за нами. Когда придут судьи, вы получите уведомления по электронной почте только в случае победы. Обычно при закрытии мы убираем все лего и разбираем все сборки на столе после выбора победителя. Поскольку яжемать решила сидеть там и наблюдать за нами, мы решили перенести этот гигантский стол со всеми строениями внутрь здания в комнату для сотрудников, чтобы мы могли их разобрать без посторонних глаз. Мы стали переносить сборки по очереди. Взяли каждый по одной фигуре. Женщина осталась сидеть там с оставшимися сборками, среди которых остался и дракон. Муж и дети к тому времени уехали. Вернувшись на то место, мы обнаружили полную катастрофу. Куча деталей лего валялась по всей земле в перемешку с собранными кусками. Сборки дракона нигде не было. Я же матери тоже. Все, включая босса, были в полном шоке. Мы позвонили в службу безопасности, проверить камеры наблюдения, хотя было понятно, что тут произошло. Сотрудники службы безопасности, просмотрев записи, сообщили нам, что знают эту женщину. На нее уже неоднократно поступали жалобы. Как обладателя годового пропуска ее прощали, но это было последней каплей. Вот что было на записях с камер. Как только мы зашли в здание, я же мать подошла к дракону, схватила и ударила о стол несколько раз. Детали посыпались в разные стороны. Она бросила все, что осталось от бедного дракона на землю и гордо удалилась. Как только я представлял маленького ребенка с любовью и энтузиазмом, собиравшего этого чудесного дракона, и то, как с ним обошлась эта злобная я же мать, у меня разрывалось сердце. Я же мать обиделась. Однажды мы собрались вместе на День Святого Валентина и хорошо проводили время, пока моя сводная бабушка не приехала со своим шестилетним ребенком. Итак, мы все разворачивали наши подарки ко Дню Святого Валентина. Вдруг входит моя кошка. Она очень общительная, садится на диван, и я же ребенок решает покормить ее куском шоколада. Кошка начинает есть его, я немедленно подбегаю к ней и силой вытаскиваю кусок изо рта. К счастью, она не успела его проглотить. Я говорю ребенку, никогда не корми кошек шоколадом, это может отравить их. Забираю кошку в свою комнату, чтобы это не повторилось. Зачем ты это делаешь? Он просто хотел поиграть с ней. Немного шоколада не повредит. Я сказал ей, что шоколад может отравить кошек, на что-то ответила. Ну, мне очень жаль, но я чувствую, что нам нужно уйти, если ты собираешься и дальше так неуважительно относиться к моей семье. Она развернулась, ушла, топая, как пятилетний ребенок, и хлопнула дверью. Я же мать заставляет играть меня со своими детьми. Мой дом расположен около парковки, рядом с которой есть детский сад. Когда приезжают снегоочистители, они создают снежный вал на траве между моим забором и парковкой. Было уже поздно, я решил поработать лопатой и должен упомянуть, что у меня есть трое соседских детей, которые любят выкапывать насыпь, бросать снег на участок, а затем прятаться и бросать снежки в машины и прохожих. И их родители абсолютно ничего не делают с этим. Когда я чищу снег, я не бросаю его в ту сторону, где играют дети, и слежу за тем, чтобы он не падал на подъездную дорожку. Однако в тот день снег было немного сложнее разгребать, потому что чудесные детки приносили бутылки с водой и бросали их на мою заснеженную подъездную дорожку. Затем они начали нацеливаться на меня снежками и визжать, чтобы я с ними поиграл. Это по сути не так уж и странно, потому что мне всего 14. Я говорю, что нет, играть с ними я не хочу. Тут они начинают орать и убегают в свой дом. Проходят следующие пару минут, я всё так же вожусь с лопатой, и тут подходит их мама. Почему ты не хочешь играть с моими детьми? Потому что я расчищаю дорожку? Это не оправдание. Я требую немедленно, чтобы ты поиграл с ними. Нет, я занят. Я же мать продолжила что-то верещать, а я, не желая иметь дело с этой ненормальной, просто зашёл в дом. Но её настойчивость побудила её постучать в мою дверь. Моя мама подошла к двери и спросила, что случилось. Ваш сын грубил и бросал в моих детей снег. Моя мама посмеиваясь. Нет, он этого не делал. Ещё как делал. Что за чушь, я всё прекрасно слышала и видела, мой сын ничего подобного не совершал. Пошли вы к чёрту, дедоненавистники. Бог покарает вас за ваши поступки. И уходит. На следующее утро, выйдя на улицу, я увидел горы снега на своей подъездной дорожке. Не сложно догадаться, кто это сделал. Склад дерева, древесины, 290 килограмм. Дай мне дом даром, я мама десятерых детей. Я же матери добрались и до онлайн-игр. Девчата, такой вот нескромный вопрос. Мамы мальчишек, скажите, какого размера краник должен быть в возрасте от 4 до 9 месяцев? Ездила к подруге и капец, у её сына 4-месячного краник больше нашего намного. А нон. Мамаша сильно переживает за краник сынули. Кто сказал, что ребёнок не может сохранить семью? Тот твар последний, а ребёнок это самое главное в семье. Это цвети жизни вашей. Видишь, сынок, это скейт-парк. Тут молодёжь катается на скейтбордах и велосипедах, а мы сейчас будем на них орать. Мол, тут же маленькие дети, идите катайтесь в другое место, а потом ещё и ментов вызовем. Так вот, чё в голове у этих мамаш в это время. Здравствуйте, ещё актуально, какой у вас сейчас телефон, раз вы айфон десятый продаёте. Да, я, пап, я не купил чёрного цвета, а этот цвет не люблю, поэтому купил другого цвета себе. Можете подарить мне его? Нет, с чего это? Ах ты, щука, у меня муж на заводе по 13 часов работает ради 30 тысяч. У нас четверо детей, а у меня до сих пор Nokia деда, а ты просто вонючий и жирный. Может, вонючий и жирный, но зато с десятым айфоном. А ты нет. Если две беременных девушки устроят драку на кулаках, это будет словно два нерождённых младенца сражаются друг с другом, находясь в огромных роботах? Понравилось видео? Тогда помоги мне его продвинуть и перейди по конечным заставкам. Там ещё больше трэшовых историй. Смотри так же, аниме вызывает анимию. Или продаю блины из собственного молока.